Я бы хотела поговорить про влияние Второй мировой войны на систему адаптации любой личности и семейных систем, до военных и послевоенных поколений, советских и постсоветских людей, потому как я считаю, что это влияние невероятно велико. В процессе работы с клиентами, разных возрастов, так или иначе слышны озвуки советской истории, в частности, Второй мировой войны, вне зависимости от того, откуда семьи этих клиентов, откуда сами клиенты происходят, будь то Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтика. И, на мой взгляд, Вторая мировая война сформировала во многих семьях такие способы адаптации, которые впоследствии не подвергались сомнениям и осознанию как таковому. Потому как, как можно сомневаться в убеждениях и мнениях тех, кто прошел войну, тех, кто выжил. И часто, судя по тому, что я вижу в своей практике, в семьях не обсуждалось то, как на самом деле обстояли дела в конкретно их семье во время войны. То есть все знают, что дед был на войне, бабка была на войне, прадед, не знаю, прапрап... Все знают, что он пришел героем с орденами и медалями. Но конкретные вещи в семьях часто не спрашиваются. Либо ситуация, когда семья была в оккупации, выжили, но никто не задает вопросы о том, а как это было под оккупацией. А у нас западная часть страны, она вся была под оккупацией. И вопросы быта, да, там, где стояли немецкие войска, как они жили, где располагались, каким образом в этот момент происходило взаимодействие между членами семьи, между членами семьи советской армии, немецкой армии. Эти вопросы, они как будто бы даже не всплывают в голове. И мало кто уже знает, что помогало выжить нашим родителям, дедам, прадедам, бабкам, прабабкам в военное время. Как будто это должно быть и так понятно. Нашим современникам даже и в голову не приходит задаться вопросом, как люди жили во время войны. А ведь это достаточно длительный период времени, целых четыре года на территории Советского Союза плюс Европы. И жизнь в разных регионах СССР сильно отличалась в это время. Были оккупированные территории, были территории, на которых вообще не было военных действий, были территории, на которых промышленность была полностью перестроена под военные нужды, были территории, на которые эвакуировали людей с оккупированных территорий, были территории, которые вообще, как народы, как народ Кавказа, например, они в один день были собраны и перевезены на новые территории. Соответственно, были люди, оказавшиеся в оккупации, уехавшие в эвакуацию и вернувшиеся впоследствии домой. Были люди, уехавшие в эвакуацию, и там и осевшие, и люди, не уезжавшие из столичных городов, например, из Москвы и Питера, которые пережили войну всю на том месте, где они и родились. При том, что оставаться в этих городах было опасно, и были возможности эвакуироваться. И были люди, проживавшие на тех территориях, где не было военных действий, и не надо было никуда уезжать. Были и те люди, кого во время войны согнали с исконной территории и насильно переселили в чужие земли. И в СССР были и те, про кого совсем не принято было говорить в советское время, радовавшиеся приходу оккупантов, а впоследствии негодовавших из-за действий освободительной армии. И на моей памяти, там, поколения 70-х, 80-х годов, вопрос того, что кто-то мог радоваться тому, что приходили фашистские войска, он даже не поднимался, он не приходил в голову. Во всяком случае, в Москве, где я выросла. И в своей практике я вижу, что военное время, воспринимаемое изнутри конкретных семей, оказывается белым пятном в истории самих семей. Тем скелетом в шкафу, который влияет на все последующие поколения. И как будто бы все интересы, все вопросы, все разговоры об этом периоде с теми, кто были его свидетелями, подвергаются сильной цензуре. После перестройки как будто бы приоткрылась завеса того, как обстояли дела во время Второй мировой. Но в основном это касалось реальных военных действий. Были обнародования сведения о штрафбатах, о самострелах, о дезертирстве. По крайней мере, сведения о том, как жилось в тылу или в оккуп... Но крайне мало сведений о том, как жилось в тылу или в оккупации. В советское время создало образ народа-героя. И было принято радоваться победе и гордиться своим народом. И опять же таки, вот до перестроечного времени оно было наполнено вот этой радостью от того, что родился в стране победителя. И очень важно понимать, что стояло на коллективном уровне за этим образом народа-героя. А с другой стороны, важно учитывать, как такое влияние этот образ имел на каждую конкретную семью и как он преломлялся в ней. Для понимания первого вопроса о коллективном смысле образа народа-героя потребуется рассмотреть историю нашего государства хотя бы в разрезе предыдущего столетия и того, что происходило с начала XIX века. Какие течения и идеи лежали в основе развития общества? Безусловно, я не историк, и я пытаюсь осмысливать российскую историю сквозь призму психологического видения. Я сейчас поделюсь тем, как я вижу те происходившие события. Безусловно, их можно трактовать и иначе. После Отечественной войны 1812 года возникает потребность изменения общества и такого кардинального изменения общества в связи с тем, что крестьяне, крепостные крестьяне в особенности, принимали активное участие в военных действиях наравне со свободными людьми, с дворянами, и в аристократических кругах возникло желание провести общественную реформу и отменить крепостное право. На этом фоне родилось движение декабристов, восстание которых оказалось неудачным, если рассматривать это в контексте только того конкретного времени. Но это восстание запустило или отразило внутреннюю коллективную потребность общества в объединении, в том, чтобы снять крепостное право и создать равенство между разными социальными слоями населения. И для России всегда был характерен поиск идеи с того момента, которого объединило общество. При этом само объединение включает в себя разные уровни. С одной стороны, это объединение разных сословий внутри этноса или государства. С другой стороны, объединение разных этносов, и в частности, интеграция в европейское общество. Требовалось почти полвека, чтобы был принят закон об отмене рабства. Крепостничество. И в течение этого времени нарастало напряжение в обществе, связанное с ощущением несправедливости со стороны власти, ее медлительностью и консервативностью. Социальная мысль стала активнее, появились новые прослойки в обществе, вырос интерес к образованию и запустилась потребность в рефлексии и осознании себя как общества, особенно на фоне тех изменений, которые происходили в Европе. Потребность об изменениях так долго сдерживалась и подавлялась в Российской империи, что внутри общества накопилось огромное количество напряжения и потребности в отреагировании невозможности чего-либо изменить прогрессивно. С другой стороны, сформировалась сильная структура самого государственного репрессивного аппарата. Все это, конечно же, и не только это, привело к социальным волнениям начала XX века и в итоге к революции 1917 года и к гражданской войне. И как будто бы идея объединения внутри общества была отыграна в самом деструктивном своем варианте. То есть был найден ход по уничтожению социальных различий, а невозможность построения диалога, равенства между имеющейся социальной инаковостью. Не было поиска ценности каждого социального класса. То есть было понятно, что есть это неравенство, есть разные социальные слои, разные социальные классы. Но революция принесла уничтожение этого их инаковости, этой разницы. Такое было отреагирование, нападение на это неравенство. А не установлен диалог между разными группами в конструктивном стиле. И похоже, что за 50 лет недопущения отмены крепостного права эти 50 лет привели к тому, что об освобождении стали размышлять не только в дворянских кругах, откуда пошла эта идея после войны 12-го года, но и в более широких слоях общества. И из идеи, что мы, как представители высшего сословия, аристократия, можем и хотим освободить крестьян, стали образовываться идеи, что они, дворяне, нас, крепостных, освобождать не хотят. И вообще не освобождают. И еще возникла, эти идеи освобождения стали распространяться и в среде разночинцев, которая к середине 19-го века уже была достаточно такой толстой прослойкой. И идеи разночинцев заключались тоже в том, что дворяне не освобождают крепостны. И здесь уже везны разные чувства, лежащие в основе этих идей. И разная степень ответственности в отношениях этих изменений и внутри разных этих сословий. Если дворяне могли чувствовать свою ответственность и вину перед крепостными, то сами крепостные чувствовали себя бесправными и не способными что-либо поменять, а, возможно, и не желающими что-либо менять и ждущими, что эти изменения придут с внешней стороны. И условно, группа разночинцев не чувствовала себя причастными ни к тем, ни к другим, но испытывала негодование по поводу царящей несправедливости, обвиняя всех вокруг. Таким образом, то, что можно было сделать мирно в качестве признания заслуг и выражения благодарности, то, что могли сделать аристократы, признавая влияние и степень ответственности, признавая тот вклад, который принесли крестьяне в победу во время войны 1812 года, и выражая свою благодарность за это освобождением их, вот это освобождение было сделано как бы по принуждению, вынужденно со стороны царской власти была принята отмена крепостного права в обстановке, где общество уже было переполнено не благодарностью, а ощущением несправедливости, переместившейся уже в низшие слои общества. При этом, если ощущение несправедливости, переживаемое высшими слоями, сопровождалось у них чувством, что они в состоянии что-то сделать, как-то мирно повлекать на ход истории сами, то ощущение справедливости в низших слоях сопровождалось ощущением собственного бессилия и еще тогда неосознаваемой агрессии по направлению к высшим слоям общества. Революция и Гражданская война радикально изменили социальную и политическую ситуацию, но не эмоциональную и психологическую. Чувства единства и переживания благодарности так и не были достигнуты. То есть то, что можно было, конечно, история не терпится слагательного наклонения, но вот эта потребность в объединении, возникшая после войны с французами, и которая могла бы привнести эмоциональное и психологическое единство за счет чувства благодарности, оно не было достигнуто, хотя юридически это равноправие или снятие неравенства, оно было привнесено в 1861 году. Но во время революции вот это единство или единение, или снятие классового неравенства, оно уже было заряжено не чувством благодарности и уважением друг к другу, а наоборот очень сильной деструктивностью, агрессией и ненавистью. Не было достигнуто понимания ценности каждого конкретного слоя социальной иерархии и понимания смысла в ее наличии в целом. Период после революции и гражданской войны принес очередной виток расщепления внутри общества. При этом появилась новая тенденция, не характерная для предыдущих этапов развития российского общества в таком масштабе. Появились деструктивные и репрессивные силы, полностью подавляющие инакомыслия. Конечно, они были и до этого, но здесь они расцвели полным цветом. Новая власть не обладала тем незыблемым статусом, который был до этого прямо на архическом строе. И при царе не было свободы, о которой так мечтают идеалисты и романтики. Но новая власть, особенно в начале своего пути, стала вводить строгие репрессивные методы в обществе для поддержания своего статуса. Сама по себе гражданская война еще больше расщепила общество как по социальному признаку, так и по идейному и по коленческому. На мой взгляд, впервые так широко появилось явление, когда люди стали скрывать свое происхождение, стеснялись своих родственников, предавали их по идейным меркантильным соображениям. И в этом смысле люди потеряли свои корни. И потерялось понимание того, что я несу ответственность не только перед собой, но и перед своей семьей, перед своей фамилией. Если до этого дворянин, который уезжал на войну, не жалел свою жизнь, потому что он понимал, что он несет ответственность за свой дом, за свою фамилию, за честь своего рода, то после 17-го года честь своего рода она оказалась в тени. Вообще непонятно, кто от кого происходит, и лучше вообще в этот вопрос не включаться. И тогда моя наполненность уважением к коллективному, она очень сильно была урезана до индивидуального. И иметь ресурс в своей семье оказалось невозможным. То есть потребность в принадлежности к коллективному, она точно так же в психике сохранялась, но на семейном уровне она очень сильно была загнана в тень. И новая власть принесла огромное расщепление благодаря пропаганде, стимулирующей идеализированные цели. И новая власть привела к репрессиям, активизирующим теневые аспекты коллективной психики. Общество все сильнее укреплялось в проживании конфликта между архетипической динамикой, проявившейся на коллективном уровне персоны и тени. Люди были вынуждены втянуты в коллективное, а не индивидуальное существование. Цели общества декларировались как более важные, чем цели и ценности конкретного человека и цели и ценности конкретной семьи. Тем самым происходило разрушение возможностей для укрепления эго-позиции. Хотя, конечно же, это большой вопрос, существовала ли в какой-либо более ранней эпохе до XX века ценность сильного эго как такового. И в своей практике я вижу не один случай, когда люди не знают своих корней, не считают даже нужным и ценным это знать. Разрушена возможность, в связи с этим оказалась разрушена их возможность и способность формирования семейных и личных мифов. И долгое время преобладал только коллективный миф, который мы все до сих пор втянуты. При этом сам коллективный миф оказывается недоступным для прояснения и сопоставления с фактами реальности. То есть как будто бы у нас создалась ситуация, когда о личном семейном сценарии, личном семейном мифе помнить нельзя, но можно помнить о каких-то конкретных, позитивных фактах коллективной истории. Но в этом тоже есть такой парадокс, что память не может работать. Это я помню, в этом месте я работаю, а в этом месте я не работаю. И память начинает наполняться коллективной информацией. И зачастую эта информация может быть наполнена и такими архаическими вещами, разрушающими индивидуальную психику. И отсутствие знания о корнях проявляется не в том, что нет знания о фактах, а в том, что даже в теме, где эти знания фактов есть, не хватает эмоционально-личностной включенности, что не делает эту совокупность фактов мифом. То есть факты есть, а связанность вот таким эмоциональным цементом, который преобразовало бы эти факты в миф, ее нету. И на деле часто возникают истории, когда люди приходят к своим тетям, дядям, бабушкам, дедушкам и более старшим поколениям с вопросами об их прошлом, об их впечатлениях, о прошлых эпохах, свидетелями, которыми они были. И частым ответом является, зачем это тебе надо? И это уже все было в прошлом. Обо всем уже написано, сказано. Почитай литературу, посмотри фильмы. Как будто бы то поколение, оно сильно защищается от тех эмоций, которые они испытывали во время того, как они были свидетелями этих событий. И таким образом эти события, они не преобразуются и не трансформируются. Они остаются такими заряженными, но не вербализованными, не присвоенными личностно. То есть то поколение отсылает нас к коллективному мифу, к коллективной истории. Вместо личной и индивидуальной. И такое отсутствие индивидуального привело к тому, что следующие поколения не могут обращаться к предыдущему поколению за личным советом, с личными сомнениями, не могут толком опираться на опыт предыдущих поколений. Так как этот опыт не предусматривает критического отношения к нему, его можно принимать только таким, как это преподносится коллективно. И часто не обсуждаются те модели поведения и эмоционального реагирования, которые помогли выжить военному поколению и которые в некотором смысле оказались безоговорочно навязанными по следующему поколению. В советских фильмах очень романтизировался образ военных героев. Это простые, честные, смелые люди. У них нет как таковых теневых проявлений. Какими же были реальные люди, кино не показывает. И в семьях не говорят ни о сомнениях, которые были, ни о страхах, которые присутствовали, ни о тех способах, которыми они справлялись с этими страхами и сомнениями. И многие негативные проявления характера у таких выживших после войны списываются за счет войны. Бабушка пережила войну, к ней надо снисходительно относиться. Или дед всю войну прошел, как ты можешь так о нем говорить? Ну понятно, что человек воевал, поэтому он так себя и ведет. То есть как будто бы списывается за счет вот этого внешнего факта коллективного прохождения событий и не дается возможность посмотреть на внутриличностную составляющую вот таких любых поведенческих проявлений. И тем самым подавляется и любопытство, и инакомыслие. Мы не можем по-разному посмотреть на одну и ту же ситуацию и попытаться найти в ней разные смыслы. И тем самым мы не можем присвоить себе способность разотождествляться с ситуацией. То есть как будто бы то поколение, оно захвачено той коллективной архетипической ситуацией травмы и не дает возможность и следующему поколению занять метапозицию, чтобы посмотреть на происходившее происходившее уже с нейтральной позицией и увидеть разные аспекты, увидеть разные единицы и попытаться их связывать. Соответственно, если то поколение не могло это сделать, оно не может научить следующее поколение именно способности разотождествляться с материалом, не находиться в буквальной конкретике происходящего, а уметь из нее делать шаг в сторону, шаг вверх, чтобы найти эту нейтральную точку, развить такой способность к трансцендентности или способность к рефлексии, которая помогала бы следующему поколению видеть и то, что происходило с предыдущим поколением, и то, что происходит с ним, и то, чему они могли бы научить следующее поколение, выходить из такого буквального контекста реальности. И во многих клиентских историях можно увидеть унаследованную дезадаптивность, вот такую втопленность в происходящее. И то, что помогало в военные или прочие травматические времена, то, что помогало выживать с предыдущим поколением, оно не помогает ни в коем смысле выживать в мирное время. То есть тогда мы воспроизводим травматические условия, чтобы те унаследованные адаптивные механизмы, которые помогали выживать предыдущему поколению в травматических ситуациях, могли активно функционировать. То есть то поколение привыкло выживать в стрессе, оно нас учит этим механизмам выживания в стрессе. Мы приобретаем эти механизмы выживания в стрессе, и для того, чтобы они работали, мы формируем стрессовые условия, чтобы оказаться верными той модели, которую нам передали наши предки. И только осознание этой дезадаптивности может освободить от принудительности их использования. Во многих клиентских историях это осознание и, соответственно, разидентификация с этими механизмами осложнены в связи с тем, что предыдущее поколение не рассказывает, что на самом деле происходило с ними во время войны. Как будто бы там много стыда, вины, гнева, с которыми мне хочется иметь дело. Плюс к этому и отсутствие крепкого эго, способного к рефлексии и установлению связи между внешними событиями и внутренними переживаниями и смыслами. И тогда со всем этим приходится иметь дело потомкам, развивать эго и устанавливать связи не только для себя, но и для всех предыдущих поколений и, соответственно, и последующих. То есть при этом есть, если вернуться к идее с народом-победителем, это была последняя капля для внешнего объединения и сплочения тех, кто внутри был раздираем конфликтом. И после войны идея народа-освободителя и народа-победителя, она очень сильно внедрялась в растущие новые поколения для того, чтобы сплотить разные этносы, разные поколения, разные социальные слои. Но это была искусственная идея, а не идущая изнутри, потому как скрывались те факты, с которыми мы сейчас сталкиваемся, где, например, Западная Украина, Молдавия, где эти народы не считали себя народами-победителями, и те народы, которые встречали достаточно тепло в приходящую немецкую армию. Таким образом, этот искусственный пластырь, эта идея, объединяющая народ к победителям, он отклеился через 40 лет, не заживив и не исцелив разобщенность между собранными вместе народами. Я сейчас буду уже ближе к завершению идти. И эта идея про народ-победитель, она достаточно небезопасная, потому как как будто бы предыдущее поколение, оно зарезервировало за собой право находиться в травме. И это наложило большую ответственность на предыдущее поколение, что они спасут последующее поколение от войны, от невзгод, от голода, что они это видели, они пережили, и больше никогда они не готовы к тому, что следующее поколение столкнутся с этим. Поэтому есть большая опасность, что как будто бы то поколение, оно столкнулось с такой архетипической, номинозной, негативной стороной реальности и готово взять на себя ответственность, что следующие не будут сталкиваться. Но это несколько такая идеалистическая или утопическая модель, которая не дает следующему поколению сталкиваться с такими же архетипическими, номинозными, негативными переживаниями. И тогда следующее поколение, оно оказывается безоружным в тот момент, когда необходимо сталкиваться с таким негативным архетипическим опытом. Это только предыдущее поколение могло, и только у них был такой ценный, глобальный опыт. На что мы можем жаловаться в своей жизни? Что мы можем предъявить предыдущему поколению? Они вон Ленина видели, а мы кто такие? Что у нас такого происходит, с чем мы можем с такой же степенью вовлеченности иметь дело? Следующее поколение, к которому мы и относимся, оно как будто бы лишено возможности устанавливать индивидуальный контакт с архетипическим. Что вот эта номинозность, она была в предыдущем поколении, а в нашем поколении уже все должно быть тихо, мирно и спокойно. Но это не совсем так. Каждый из нас разыгрывает эту внутреннюю драму, и каждый из нас нуждается в столкновении с такими тяжелыми переживаниями. Не потому, что мы обладаем какими-то мазохистическими или статистическими структурами, а потому, как это естественно сталкивается с травмами, естественно сталкивается с негативной стороной жизни. Мы не можем ожидать, что погода будет только хорошая, что мы будем жить только в идеальных погодных условиях. Если мы рассматриваем внешнюю реальность именно как такую природную реальность, мы не можем гарантировать того, что завтра не будет дождя, никогда больше не будет цунами и ураганов. Необходимо учиться с этим жить и необходимо понимать, что для этого всегда будет место в нашей психике. И, соответственно, мы должны быть очень гибкими в своем собственном поведении, а не ожидать, что будет только все хорошо и мирно, и что будет только мирное небо над головой. Наверное, на этой точке я закончу изложение своего видения ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok